Добрый день, на библейский портал Экзегет поступил вопрос. В чем смысл принятия монашества перед смертью? Ведь, по сути, не остается времени для выполнения обетов. Но если последние вопросы касаться, то как раз-то все эти обеты будут выполнены. Обет безбрачия будет выполнен, когда ты на смертном одре будешь. Нестижание тоже будет выполнено, потому что тебе уже ничего не надо. Ну и послушание, если в духовном смысле ты находишься с кем-то в духовном родстве, у тебя есть духовное отец, то обет послушание на смертном одре он тоже. И с точки зрения обетов здесь вообще все ясно. Единственное, что перед смертью, да, вот у нас есть много персонажей. Александр Невский перед смертью принял монашиство. У меня лично есть такой замечательный друг, отец Иосиф. В своей прошлой жизни он был человеком, связанным с преступным миром. А потом жизни так сложилось, что мы с ним долго общались, лет 20 были, наверное, просто знакомыми, друзьями. И когда он задумал помирать, так получилось, что у него была болезнь, и он вздумал помирать. Позвал и сказал, батюшка, я все равно помираю, я бы хотел перед смертью принять постриг. Возможно ли это? Я говорю, я эти вопросы не решаю. Ну, давай я позвоню владыке нашему. Позвонил владыке Аксию. Владыка приехал, постриг его. Он был романахом Иннокентием. Через три дня, когда мы уже вроде понимали, что он должен, он был в такое состояние не очень стабильное, и дня три ему давали врачи. А через три дня он позвонил, говорит, можно к вам в храм приеду, там, на причастие. Как же ты приедешься, ты там вроде помираешь. Да нет, вроде нормально, оклемался. И все, и он монахом прожил несколько лет. Вот вне монастыря, потому что все-таки болезненное состояние предполагало наличие какой-то такой медицинской помощи, но тем не менее он был монахом. И жил, и был у нас в крестных ходах, участвовал, и приезжал на исповедь, на причастие, молился за людей. И опять вздумал помирать. И когда совсем слег, и уже там очень серьезно было, и пролежни пошли, он позвонил еще раз и спросил, батюшка, а можно мне схему принять? Я говорю, вопрос таки не решаю, позвоню архиерею. Вот звоню владыке, уже Дмитрию. Говорю, владыка, благословите, как поступить. Вот отец Иннокентий просит о постриге. Владыка прислал двух монахов, они его постригли в схему. И через три дня, когда мы его собирались уже у келеницы спрашивать, чем помочь, он позвонил и спросил, а можно я в храм приеду? И опять в крестном ходу участвовал, и поднялся. Вот то, что я сейчас рассказываю, не значит, что когда вас постригут, вы сразу обязательно выздоровеетесь. Но какой-то промысел Божий был в том, чтобы он опять участвовал уже в схемической своей одежде, в наших крестных ходах, в нашей жизни духовной, опять приезжает в храм. Очень тяжело ему там стоять, иногда сидеть, но тем не менее продолжает молиться. И своим даже бытием он показывает пример какого-то, знаете, воинского такого состояния, когда его вроде убивают, а он все равно поднимается и выходит опять, и опять живет среди нас. Но вот его состояние на сегодняшний день очень сложное и тяжелое, но тем не менее он живой. Я вот боюсь ошибиться, но, наверное, вот так вот уже лет семь длится. Поэтому принять постриг перед смертью, это опять же не значит, что прибегнуть к каким-то способам продлить себе существование, соединиться с Богом в определенном качестве, быть у Бога в определенном статусе, быть рядом с Ним либо воином, либо ангелом, либо послушником, но все-таки быть с Богом. Ведь он принимал постриг не для того, чтобы подольше пожить, он придавал постриг для того, чтобы служить Богу. Но даже то короткое время, которое он собирался пожить, он собирался служить Богу. Служить Богу, выполняя те самые обеты, на выполнении которых у него, как в вопросе написано, не осталось времени. Хотя он все свои обеты исполнил, все свои обеты исполнили и продолжает исполнять. Буквально вчера мы с ним созванивались, очень тяжело он разговаривает, но тем не менее, приняв постриг перед смертью, он уже 7 лет продолжает служить Богу в молитве, в исполнении обетов. И когда у меня случаются какие-то сложности, требуется особенное молитвенное участие, я, царь Иосифа, прошу всегда помолить за нас, и вот я понимаю, что ему тяжело, ему трудно, но все-таки молиться он продолжает. Поэтому воевать можно и лежа, и перед смертью, и в любом состоянии двигаться к Богу, и маленькими шагами, и семимильными шагами, не имея значения, какими, определяющими здесь является направление движения. А у него оно к Богу. Дай Бог, чтобы у вас движение к Богу было, не имея значения, какими размерами, но главное, чтобы двигаться в ту сторону. В монашестве, в мирском качестве, перед смертью, перед жизнью, но в любом случае, главное, что к нему. Помоги вам, Господи, аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...